Итак, ручкой взяли? Ручку взяли? Так вот, записывайте. 45, 10, 22. Записали? Вы записали? А теперь я вам немножко расскажу о следующем. Какая у нас стоимость недвижимости, а? Однокомнатная квартира сколько у нас уже сейчас стоит? Сколько у нас стоит однокомнатная квартира? 2 миллиона рублей. Клево, клево, красиво, да ведь? А трехкомнатная квартира сколько у нас сейчас стоит? 4,5-5 миллиона рублей. То, что находится за моей спиной, обошлось всего лишь в 650 тысяч рублей. Хорошее место? Красивое место. Я вам еще сейчас покажу другие места. Там стоимость чуть-чуть выше, ну, примерно 900 тысяч рублей. Но есть все, от и до, и пол, и камин, и туалет. Да, господа мои. А вот за 650 тысяч рублей у вас получается однокомнатный, нормальный дом. Размерами явно не меньше, чем хрущевка. А еще и посмотрите, входная группа. Клево, да? Клево, красиво и ровно. То бишь, вы, наверное, думаете, что я тупорылый. Я не всегда тупорылый, поверьте мне. Я был из вашей же оперы, вы не понимаете, что ли, что я снимал квартиру 8 лет перед тем, как мне ее дали на ЧГТРК. Я там еще работал. То есть, если бы я раньше знал, что существует такой человек, я те же самые, это даже не 10 тысяч долларов, это сумма еще и меньше, чем 10 тысяч долларов. Вы в курсе, а сколько 10 тысяч долларов? Ну, практически. Если 10 тысяч долларов, это, грубо говоря, в миллион вы вылетаете. Ну, из той же оперы. Я не помню. Ну, да, по-моему, если он уже прыгает туда до 96. То бишь, это обошлось бы дешевле. Другой вариант. Как бы вам сказать. Вы видите, это, в принципе, сад. Замечательный сад, где у вас стоит машина. Машина стоит на вашем участке. Клево? Клево. Ну, клево же, да ведь? Клево, да-да-да-да-да. То есть, он за машину не будет платить. Машина рядышком с ним. Когда мне начинают по ушам втирать, я говорю, ребят, в саду вы сейчас можете прописаться. Это для тех, кто начинает голову включать. Мало того, в этом же саду вы можете дырку прокопать, и у вас уже своя вода есть. А что, не слышали? А зря. Так что смотрите мои сюжеты. И мы вам покажем, как вы можете за небольшую сумму денег, позвонив по телефону, 451022, заказать себе дом. В любом месте. Еще раз говорю, запишите этот дивный телефон. Самое забавное, то, что строительство здесь не работает и не будет только летом. Каркасные дома делаются круглый год. Вот вы меня понимаете? Вы меня должны понять. Особенно те, кто сейчас думает про ипотеку. Зачем? Вокруг города огромное количество садов. Огромное количество садов. Я не буду вам рассказывать, как это делается с мозгами. Но, в принципе, мозги-то у вас есть. Так что думайте головой и не лезьте. Хотя, в принципе, если у вас есть машина, а вам вдруг внезапно захотелось в свой дом, вы эту машину, ну, нормальную, они сейчас не дешевые, новые машинки, можете спокойненько продать. Я это место знаю, просто отдали туда, получили нормальную сумму и, сейчас будет, в общем, еще более интересной, за 2 миллиона рублей, не за 4,5 цена трехкомнатной квартиры, которую вам везде и всюду втирают. Проедьте, пожалуйста, по проспекту, не по проспекту, по улице Советской, посмотрите, как там их, по-моему, втирают. Вы получите просто каркас. У меня товарищ купил каркасный дом. Знаете, сколько туда денег надо, чтобы она вернулась на круги своя? Ровно столько же. 4,5 плюс 4,5, и у вас появится свой дом. Почему? Ремонт, потому что у меня был ремонт трехкомнатной квартиры. Я вложил в нее ровно столько, сколько она и стоила. Не надо сказки рассказать. Вы позвони по этому дивному телефону. 45, 10, 22. Будете? Здесь все будет. А если еще дополнительный вариант, то даже еще и освещение поставят. Это будет, в принципе, не такое дорогое-то удовольствие. И вы будете жить. Как это интересно, когда такой архив есть в Ютьюбе. Очень интересно. Вы наверняка смотрите меня в эфире, да и залазите в архив. Так я покажу. А вы увидите, что то, что было сделано из шлакоблока, разваливается путем внедрения бульдозера. Хе-хе, во о чем я. Мало того, шлакоблок не выдерживает выстрела. Такой же материал и был. Мало того. А что нужно для вас? Быстрый дом всегда. Я имею в виду зима, весна, лето и осень. Так вот, каркасные дома делаются всегда. Всегда и не надо ждать. Мало того, вы видите дома от 40 квадратов. Это чуть более хрущевки. Так вот, этот отдельный и полный дом, полный во всем, стоит в два раза меньше. То есть, когда вам втирают дом за квартиру, а есть такие. Там дом это просто коробка с газом, водой. И все. Все. А дальше полы, потолки, стены, разводка, перепланировка. Это все ваше. Мало того, я говорю как. Я имею в виду дом, построенный для директоров. Обыкновенными работягами. Он реально никакой. Третий этаж практически весь без утепления. Вот так вот для директоров строится у нас. Работягами. Так же строятся и ваши дома. Но так не делаются вот эти каркасные дома. К слову, у меня есть и каркасный дом. Ну, практически. Есть сип-панели. А внутри пенопласт и теплоизоляция. Так вот, я вам говорю про дивное событие. Ну, что у нас летом иногда случается. Это дождь. Так вот, тишина. А у моего друга на третьем нет. Вот так строятся разные дома. Одни на ваше уничтожение. Я имею в виду уничтожение семейного бюджета. Другие заплатил, получил. И мало того, заплатил в два раза дешевле. Вот как и самое главное. Быстрота. Договор, оплата и не за год, а за пару месяцев. Готовый дом. Причем это индивидуально ваш дом. Индивидуальный дом именно ваший. Третий раз. Понятно? Вы думаете и делаете. И для вас в соответствии с графиком делают ваш уникальный дом. То есть ваш дом сто процентов не будет ни на кого похож. Вы думаете? Это же интересно и даже логично. Потому что женщина у нас как-то не сильно нравится, когда заходишь в такой же дом и примерно то же самое. А это отдельный свой личный дом. Причем от и до. И сортиры есть. И теплые полы. И камины. И свет. Все. И цена-то в два раза ниже, чем пустой шлакоблочный дом, который как у дурака махорки. Мозги-то есть. Теперь другие мозги. А мозги-то у политпереселенцев есть. Политические. То есть с мозгами. Мы строили комбинат уникальный. Он есть. Я не говорю, что я крут. Но вспоминаю слова. Учиться никогда не поздно. У нас объездная это как МКАД. У нас сады. Их много. Не надо думать про поселки, где недвижимость. Ого гость. Есть же за копейки. И реально за суммы меньше ляма. И это свой дом. В смысле. Свой дом. Свой газгольдер. Своё электричество. В месте, где 90 суток в году дует ветер. Вы же знаете. Ну так узнаете еще немного про цены в квартире. В городе. Если пенсия небольшая. Ого. То знойная часть. Это квартлата. Вода и тепло. А тут еще управляйка. Дающая нам замерзание зимой. И никому не нужный ремонт. Я лично противник этого. Уж увольте. Я сторонник и правильно думающий. Каркасных домов. Ровно год назад здесь не было ничего. Это мы говорим о доме. Сегодня сейчас здесь. Сегодня сейчас они заказав вот этот замечательный банный комплекс. Ну тот же не только банный комплекс. Здесь можно жить. Вы посмотрели? Вы посмотрели, да? То есть размерами этот банный комплекс как средняя двушка. Хрущевка. Но смотрится красиво. Все есть. От и до. Все есть. От и до. Мало того, когда все это дело случилось, то здесь не было фактически ничего. Сегодня красиво все сделано. Изумительным образом. И в оконцовке. И в оконцовке. Все-таки я вам говорю. Вы пока возьмите эту ручку. Возьмите ручку, бумажечку. Ну, чтобы было понятно. И запишите тот самый телефончик. 45 10 22. То есть это все удовольствие. Вот этот дом человеку обошелся. Но сумма примерно миллион рублей. Знаете, сколько стоит у нас сейчас двушечка? Двушечка любого типа стоит от двух с половиной миллионов рублей и выше. Вам надо это делать или не надо? Самый простой вариант, в принципе. Если с деньгами все в порядке, то сумму онную можно получить и построить себе такое же качественное место. На том мероприятии, в котором у вас будет свой гараж. Свой... Как вам сказать? Это не просто удовольствие. Это изумительный вариант, который стоит совершенно недорого. Фирма, которая работает, два года. Но в том месте, где мы находимся, очень много вещей, которые она создала и будет создавать. Потому что, если вы позвоните, вы себе сможете это сделать. Этот дом собирался не здесь. Его не здесь делали. Его просто привезли и сделали всего-то за два дня. Клево? Ну, клево. Клево или это не клево? Я считаю, что это клево. Я считаю, что это клево.